Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор рождественской ярмарки или рождественского базара в городе Гетинген. Это наш областной центр. Посмотрите, как у нас красиво. Недавно я выставлял ролик про рождественский рынок в Зальцбурге и сказал, что в Германии рождественские рынки намного красивее и приятнее. Ой, какие запахи доносятся от пекарни. Рождественская ярмарка в Гетингене не стоит в топе лучших в Европе и даже не стоит в топе лучших в Германии. И здесь я предлагаю вам сравнить по двум моим видео ярмарку в Зальцбурге и ярмарку в Гетингене. Конечно же, я не могу вам передать вкусы и запахи, которые витают здесь в этой атмосфере. Но все же, визуально вы можете убедиться, что в Гетингене, ну не знаю, это опять же мое мнение, ярмарка выглядит намного красивее и привлекательнее. Я не знаю, по каким критериям создаются эти все рейтинги, их очень большое количество в интернете можно найти. И во многих очень часто Зальцбург входит в десятку лучших. На некоторых рейтингах даже я видел на втором месте Зальцбург. Вот на этом фоне мне даже обидно за мой родной Гетинген. У меня есть одно предположение, но я так думаю, что оно из ряда невероятных. Хотя кто знает. У меня такое ощущение, что эти рейтинги делаются точно так же, как и выборы президентов, канцлеров, первых секретарей, кого еще, генеральных директоров. Все по сговору. А нашему городу, по всей видимости, не нужна реклама, так как хватает гостей и без этого. День съемки понедельник. Народу вроде бы немного, но и немало. На выходные, начиная с пятницы, здесь будет не протолкнуться. А теперь представьте себе, если Гетинген попадет в рейтинге на второе или на третье место, я не говорю уже о первом, что здесь будет твориться. Познакомьтесь, это наша Гензелизль, символ города. А это старая ратуша. А твориться будет следующее. Хаос будет не только здесь, но и в отелях, на ЖД вокзале и на дорогах. Сейчас хочу обратить ваше внимание на мусорный бак. Выглядит как произведение искусства. В ролике про Зальцбургский рынок я тоже заострял внимание на мусорных баках, как они там совсем непрезентабельно выглядят. Это палатка с красивыми мусорными баками. Торгуют колбасками, жаренными на гриле, стейком и помысом, ну картошкой фри. Вот сейчас она на ваших экранах. Они платят в год, вернее платили, как я узнавал лет 9 назад, 28 тысяч за 4 недели, не в год. После этого я больше не интересовался, но сейчас я думаю, что они платят за аренду еще больше. Тогда это была самая большая аренда для таких палаток, которые продают колбаски. Сумма аренды зависит от ассортимента продаваемого товара. 9 лет назад мы пытались попасть на этот базар, продавать шашлык. Но не тут-то было. Попасть сюда мирным путем, ну практически невозможно. Это что-то наподобие мафии или наркокартеля, который уже свою нишу имеет и никого сюда больше не пускает постороннего. Ну, по крайней мере у нас в Гетингене. Ходят легенды в народе, что те, кто торгует на рождественском рынке 4 недели, тот 11 оставшихся месяцев живет на эти вырученные деньги на Малерке. Я, конечно, предполагаю, что это очень выгодный дешефт, но все же не верю, что на эти деньги можно содержать целый год семью. И вот когда я стал узнавать, как попасть на этот рынок в качестве продавца, то узнал очень много интересных, так сказать, историй или секретов внутренней кухни этого рынка. Каждая палатка – это семейный бизнес. Скажем так, каждая палатка принадлежит какой-то определенной семье. Так же, как и мафия. Много семей, которые конкурируют друг с другом и время от времени друг друга отстреливают. Здесь, конечно же, до такой жести не доходило, но все же. На протяжении многих десятилетий штат Гетинген, правительство города Гетингена, разрешает выставлять, скажем, 40 павильонов вокруг здания ратуши и церкви. Больше нельзя. Определили это число, так и будет каждый год. И это уже на протяжении многих десятилетий. И как вначале эти места заняли определенные семьи, так по сей день они ими и владеют. Это уже как правило, которое чуть ли не прописано законом. И здесь лет 10-11 назад, как раз перед тем, как мы стали интересоваться, пришел к власти новый бюргер-майстер. И у него, по всей вероятности, были друзья, знакомые, родственники или еще кто-то там, которые захотели принимать участие в разделе этого пирога. В наглую забрать чьи-то места и посадить своих людей, вроде бы как-то недемократично. Ну, придумали какой-то другой новый ход. Этим стало новое правило подачи заявки на участие в Рождественском базаре. Если подавалось более 40 заявлений на участие в Рождественской ярмарке, то устраивался конкурс. В этом конкурсе было несколько пунктов, которые участники должны были обязательно предоставить жюри для решения, примут они в участие в этом Рождественском рынке или нет. Одним из пунктов этого конкурса как раз-таки было наружное оформление вашего павильона. Вы видите, как красиво оформлен вот именно этот, например, павильон снаружи, сверху. Короче говоря, благодаря нововведениям, ну и конечно же, ну конечно же, не какой-то протекции нового бюргермастера, на этот рынок попали три новых участника. Соответственно, три старых не получили здесь места. Естественно, здесь разгорелся большой скандал. Сначала с угрозами в адрес бюргермастера, потом с заявлениями в суд. Ну, затем, правда, я уже перестал следить за этой историей и не знаю, чем закончилось. Здесь опять мы возвращаемся к зальцбургской теме. Поющий лось Рудольф выглядывает из тирольской избушки. Ну, почему же в самом Зальцбурге нет таких красивых, приятных глазу декораций? Может быть, я предвзято отношусь к этому, но хотелось бы услышать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому понравился Зальцбургский базар, а кому понравился Геттингенский. И чем понравился? Обоснуйте это, пожалуйста. А наша мечта с продажей шашлыка все же сбылась. Мы стали продавать в нашем небольшом городке на Рождественском рынке, который длился всего три дня на третий адвент. Он открывался, пятник, суббот и воскресенье продавали. И так пять лет подряд, пока не пришла корона. Во время короны у нас родились две внучки. И после короны в прошлом году первый раз стартовала ярмарка у нас. И мы отказались от участия в ней. В этом году тоже, так как минимум один человек выпадает из команды. Если, не дай бог, заболеют внучки или одна из них, то уже и два человека выпадет из команды. Поэтому отказались. Очень много работы при продаже шашлыка. Вернее, при подготовке. Очень много нужно обработать мяса, замариновать, потом насаживать на шампуры и так далее. Так что пока у нас пауза с этим делом. В пятницу пойдем посмотрим, как на нашей ярмарке выглядит без нас. А в субботу, скорее всего, поедем в Ганновер. Там тоже очень-очень мне нравится. Интересная такая ярмарка. Она разделена на многие части. И каждая часть, она с каким-то своим мото. Скандинавская или там средневековая. Или в одном месте там просто елки наставлены. И ты находишься как будто в непроходимом лесу. Все так атмосферно, очень классно. Этот гид в средневековой одежде предлагает подъем на башню церкви. А я буду закругляться. И как обычно прошу вас ставить лайки, писать комментарии. И тех, кто не подписался, подписываться. А еще комментируйте, интересно ли вам было мое видео.